Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири и сегодня мы будем читать 90-й Псалом. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водвориться, «Речет Господи весь заступник мой сей прибежище мое, Бог мой, и упываю на него, яко той избавит тебя от сети ловче и от словесе мятежно». Кто не знает этого Псалма, православные христиане знают его наизусть и читают в особо трудные моменты жизни, когда какой-то страх, испуг, тяжелые обстоятельства. В греческой Септуагенте этот Псалом имеет надписание. Хвалебная песнь Давида не надписан у евреев. То есть у евреев нет надписания этого Псалма. И действительно, вот сейчас я смотрю, как это по Массори, здесь просто начинается текст «Кто сидит в сокрытии Вышнего, под сенью всемогущего покоится, говорю о Господе мое укрытие и моя крепость, мой Бог, кому я доверяюсь». То есть никакого надписания нет. Так как церковнославянский текст строго следует за греческой Септуагенте, здесь надписание «Хвала песни Давидовы не надписан у евреев». И мы будем вчитываться в эти слова, привычные по-славянски, но для нас важно смотреть по Септуагенте, который является источником для Кирилла Мефодиевского текста. И если что-то непонятно, мы смотрим в еврейском тексте. Псалом в целом он небольшой. В этом псалме насчитывается всего 16 стихов. И мы читаем. «Живущий помощью Вышнего под кровом Небесного водворится». То есть здесь говорится о том, что тот, кто живет помощью Вышнего под кровом Бога Небесного водворится. Таким образом, небеса уже как бы являются неким кровом для нас, которые живут помощью Вышнего. Вышнего, то есть превознесенного над всем творением. И далее мы читаем. «Скажет Господу, ты заступник мой и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него». Это счастье, когда мы можем произносить такие слова, обращаясь к Богу, «Заступник мой и си, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него». Действительно, кто может быть прибежищем для нас, если не Бог наш, на помощь которого мы уповаем? И далее, как бы, объяснение. «Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от мятежного слова». От сети ловцов и от мятежного слова. Прежде всего, здесь имеются в виду злые бесы, демоны и сам охотник, который охотится за каждым из нас. Это дьявол, о котором сказано, что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища, кого бы ему поглотить. «Ибо Он, Господь, избавит тебя от сети ловцов», то есть бесов и демонов, и коварных людей, и от мятежного слова. А мятежное слово – это то, что проистекает от главного клеветника. А клеветник на народ Божий – это дьявол. Так говорится в Библии. Мятежное слово – это брошенное клеветническое слово, которое имеет цель, чтобы эта клевета дошла бы до сознания других людей и разрушила нашу репутацию. Каждый человек хочет любить и быть любимым. Но когда он сталкивается с клеветой, которую кто-то распространяет против него, это делается для того, чтобы заключить его в тиски отчаяния, злобы. Такого человека лишают надежды на любовь со стороны окружающих. Дьявол специально это делает. Плечами своими защитит тебя. Плечами своими, что это может означать? Это как бы он становится впереди нас и своими плечами, как некий богатырь, закрывает нас. Плечами своими защитит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щитом оградит тебя истина его. Под крыльями его – это такой зооморфизм, когда бог уподобляется птице, который защищает птенцов, раскидывая над ними свои крылья. Щитом оградит тебя истина его, но мы знаем, что щит – это щит веры. Когда апостол Павел описывает все оружие Божие, он говорит, что щит веры, то есть Бог пошлет тебе веру, и вера, усилившись в твоем сердце, будет оберегать тебя. Не упоишься от ужаса ночи и стрелы, летящей днем. То есть ужас ночи, он может быть призрачным, ну, неоправданным. Но даже стрела, летящая днем, выпущенная в нашу сторону, если мы укреплены в вере, она не смутит нас. Как Паисий Святогорец говорит, что такое зло, это когда враг, человек, берет камень и кидает прямо нам в лицо, а мы ловим этот камень одной рукою, другой из подрясника вынимаем орешки и начинаем колоть эти орешки. Имеется в виду, как учат Августина, мы часто это вспоминаем, Бог не попустил бы зла, не имея намерения, и само зло обратить в добро. Не убоишься от ужаса ночи стрелы, летящей днем. Бедствия, постигающего ночью, болезни и полуденного беса. О чем здесь говорится? Полуденный бес. Феодорит, Зикабен объясняют, что имеется в виду внезапная болезнь, бывающая в полдень, например, что-то типа солнечного удара, в соответствии с текстом 2 Царей 11.2. И многие толковники видят в полуденном бесе возбуждаемые демоном в полдень после принятия пищи, когда мы отдыхаем, похотливого влечения. Похотливого влечения. То есть полуденный бес – это когда мы поработали, покушали, теперь нам надо отдохнуть, мы расслабляемся. И вот полуденный бес – это бес, который в таком нашем состоянии посылает нам блудливые какие-то воспоминания, образы, фантазии, чтобы мы как бы услаждали себя этими образами. И здесь такая же опасность, как от стрелы, которая прямо летит против нас, потому что подобное действие полуденного беса может погубить нашу душу. «Падет подле тебя тысяча и десять тысяч направо от тебя, к тебе же не приблизится, только очами своими смотреть будешь, и воздаяние грешникам увидишь». То есть те люди, которые не под защитой Бога, они будут гибнуть, верующие будут выживать. «Ибо ты сказал, ты, Господи, упование мое». То есть если ты назвал Бога своим упованием, ты доверился Ему, ты проявил надежду, о которой сказано, а надежда не постожает, ибо мы в надежде спасены. «Ибо ты сказал, ты, Господи, упование мое, вышнего избрал ты прибежищем своим, не приступит к тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». По-славянски к телеси твоему. А наше тело – это жилище души, поэтому можно и так перевести, можно и так. «Ибо ангелом своим он заповедует о тебе хоронить тебя на всех путях твоих». Это те самые слова, которые в Матфея 4, 6 дьявол цитирует, чтобы искусить Сына Божия. Оказывается, дьявол хорошо знает все Писание и все Псалтырь, но Сын Божий находит, что ему отвечать. Это когда дьявол поставил его на крыле храма и говорит, вот, бросься вниз, «Ибо сказано, ангелом своим он заповедует о тебе хранить тебя на всех путях твоих. На руки возьмут тебя, чтобы не приткнулся ты ногой своей о камень». Но Христос ответил на такое искушение от слов Писания. Сказано, «Не искушай Господа Бога своего». Далее, «Наспида и Василиска наступишь, и попирать будешь льва и змея». Наспида и Василиска – это ядовитые породы змей в понимании людей того времени. «Попирать будешь льва и змея» имеется в виду не просто змей, а чудовищный и ужасный змей. То, что вот 103 Псалом 26 стих, то есть змей, в смысле, огромный змей, сродни льву по ярости и мощи. «Наспида и Василиска наступишь, и попирать будешь льва и змея. Так как он на меня уповал, это уже Господь говорит, то я избавлю его и покрою его, ибо он познал имя мое». То есть он познал, что я милосерд, и я буду милосердным, как бы говорит Господь. «Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби и избавлю его и прославлю его». С ним я в скорби. В скорби Бог реально не оставляет нас. Один молодой человек рассказывал мне, что в его семье произошла страшная трагедия, его мать повесилась, и он выбежал из квартиры, побежал в ЖЭК. Это такое было учреждение при каждом доме, где дежурили люди, которые отвечали за порядок в доме. И он прибегает и говорит «вызвайте скорую помощь, помогите». А этому человеку было лет 14-15. И при этом он молился, он сказал, что произошло с матерью. И вот все, кто были в этом ЖЭКе, какие-то были мужчины, женщины, они поняли, что это возможность его отвести от веры в Бога. И все прям стали на него набрасываться. Какой же это Бог? Бог не защитил твою мать. Бог не помог, забудь об этом Боге, не крестись. Зачем ты крестишься? И вот этот юноша рассказывал, что он сказал им, нет, я верил в Бога, я буду верить в Бога. И он ощутил себя в скорби, в этой страшной скорби, безысходность в руках Бога. Как будто кто-то взял его и прижал к своей груди. возобьет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, то есть в скорби Бог не оставит нас, конечно. Ни в какой скорби, один на один с этой скорбью. Избавлю его и прославлю его, то есть если наше упование на Бога, то Господь заботится о нас. Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Долготой дней насыщу его, имеется в виду, что дни будут прожиты не напрасные. Человек будет использовать годы юности, зрелые годы, пожилые годы, годы старости, для того, чтобы как-то усовершенствоваться. Многие люди в возрасте боятся, что какая-нибудь болезнь будет, старческое слабоумие или что-то еще с ним произойдет. Мы должны уповать на Бога. И тогда, если мы это делаем, и достаточно часто читаем этот псалом, Господь долготой дней насыщит нас и явит нам спасение свое в этой жизни и в жизни будущей. Субтитры сделал DimaTorzok